Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий, не совсем библейский, но религиозный вопрос. Во время воскресной литургии в церкви накатывает усталость и хочется спать. Перестал посещать церковь, неудобно перед прихожанами, как мне быть? Эх, когда грустно, когда такие небольшие искушения приводят к таким тяжелым последствиям. Как-то не посещать церковь, потому что кого-то там стесняешься, того, что тебя в сон клонит. Вот, если ты не причащаешься, ну, напейся кофейку, зеленого чайку или черного чайку, холодный душ прими, вот и вряд ли поможет надолго. Вот, выбить чем-нибудь бодрящего, вот, и вперед, и с песней. Вот я уже молчу о том, что хорошо было бы перед литургией спать, лечь спать часа на три раньше, телефон отложить. Я вас уверяю, с 12 ночи до 2 часов ночи ничего такого не произойдет в мире, что вам срочно нужно было бы узнать. Свои новости, какие-нибудь книжечки, короткометражные фильмы или смешные видео про котята-тюленей, посмотрите в другой раз. Просто заставьте себя ложиться раньше, перед воскресной литургией. В принципе, я так понимаю, речь идет о храме, где все друг друга знают, потому что, на самом деле, сесть на лавочку, время проповеди, это не проблема. Хуже, когда ты уж причащаться собираешься, и лег поздно, не знаю, может, ты работаешь за компьютерами, старался там что-нибудь доделать до 5 утра, естественно, ты в храм будешь считать, как сам нам было. Поэтому отложите все ночные труды и работу перед воскресной литургией на другой день. Ну и, повторюсь, тонизирующие напитки — это наше все. А еще знаете, что мне помогало? Когда, вот даже без кофе, когда устроился на клира спеть или читать, когда ты действительно чем-то занимаешься, или в алтаре панамаришь, или с книги читаешь, то сон проходит как рукой, даже если ты сильно устал. Ты находишься в динамичном развитии богослужения, и ты в объятии морфея не падаешь от заунывного голоса чечца время Шестапсалмия. Вот такие небольшие советы могу вам дать. Но что касается ситуации, когда ты причащаешься, то тут сказать мне, пожалуй, и нечего. Разве что выйти на улицу, пройтись, там, не знаю, там, или сделать поклон на службе такой, так чтобы аж до земли, чтобы какое-то движение тела тоже было. Опять же, с собственного примера, помню, всё, начинаешь засыпать, какая-нибудь мирная ктенья, всё, крестишься неистово, сгинаешься в три погибели, чтобы кровь как-то бурлила, к голове притекала, и на какое-то время сон пропадал. Так что очень мне это всё известно и знакомо, но я не перестал в храм ходить. Ну и что, что ты засыпаешь? Что другим людям до этого? Ты ставишь себя во главу всего, думаешь, что люди думают только о тебе, и сейчас будут думать, ой-ой-ой, да что, что негодяй такой, засыпают время богослужения. Да кому мы нужны, сонные, уставшие или бодрые, неэнергичные? Только Господу Богу, больше никому. Так что, дорогой мой подписчик, судя по всему, мужчина, перекращай оправдывать нежелание ходить в церковь тем, что в сон клонит. Возвращайся, у нас есть печеньки, мы вас любим, мы вас ждём. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...